Это было окно, окно было. Ну, вывалил окно, купил буржуйку, трубу вывел. Вот, в принципе. Начались обстрелы, это было февраль, начало марта, было еще холодно, в принципе, пропал свет там на некоторое время. А у нас двухконтурный котел, это означает, когда нет света, нет и отопления. Поэтому сразу возник вопрос альтернативного отопления. Ну, опыт из детства, по жизни обращаться с печками, с буржуйками. Поэтому начал искать возможность установить дома буржуйку. Поискав купить буржуйку в магазине, минимальная цена была 7 тысяч. Поэтому пришлось пройтись по пунктам приема металла. Оказалось, что там люди из старых баков сами варят буржуйки. И вот я себе купил буржуйку за полторы тысячи. Там плюс труба, где-то там обошлось, там тысячи две с половиной. Ну, новую буржуйку желательно протопить на улице. Какой-нибудь вставить кусок трубы, чтобы была тяга. И отжечь до тех пор, пока корпус не обожжется и перестанет идти дым. Потому что там всякий налет, краска, жир, все что угодно. При нагревании это будет дымиться. Листоцинковки, ну, как бы это гарантия того, что если у вас какой-то жар упадет, то не загорится ничего. Ну, и как контролировать ее? Ну, это как атомная станция. Если я раскочегарил, быстро ее не остудишь. Ну, жар еще есть. Одна загрузка, сутки можно в тепле продержаться. Ну, тут просто, видите, она длинная такая. Тут полметровая, можно бревна уложить. Ну, вплоть до того, что если уже дров не будет, то можно, в принципе, топить там чем угодно. И резина, и пластмасса. Сын учитель дистанционно работает, поэтому он уехал в Венецию. Там оттуда дистанционно работает учителем. Жена не смогла выдержать. Был месяц, каждый день обстрел не смогла выдержать. Уехала в Германию. Я работаю, сказать, сторожем. Один из предпоследних прилетов. Получилось так, что я проснулся, вышел покурить, приоткрыл дверь и курил в открытую дверь. В это время началась тревога. И неожиданно для меня раздался ужасный взрыв. Потом на видео пересмотрел. Это оказалось, ракета очень рядом. Ну, за квартал от нас прилетела. На каждого члена семьи мой сын собрал рюкзачок, где все есть необходимое. Сейчас мы посмотрим его содержимое. Значит, водичка. Маска, туалетная бумага, полотенечко. Перчатки резиновые, таблеточки. Это уже начинается еда. Орешки, ложечки, сахар, кофе. Ну и документы надо посидеть. Вообще же, на сегодняшний день документы надо при себе всегда носить. Главное не терять голову. Просто трезво рассуждать. И все будет нормально. Схемня, который 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 unseren покупал. Так, так. Как everytime. Кулак Рисом М Перевод Схемня, Субтитры создавал DimaTorzok